И вновь агентство Хабар организовывает грандиозное мероприятие, а именно телемарафон в прямом эфире с 10 утра до 8 вечера на канале Хабар освещает все события, связанные с референдумом, который пройдет 5 июня и слоган данного события «Я иду на референдум». Ну а пока все казахстанцы готовятся пойти на это событие, мы хотим показать за кулисе нашего телемарафона, какие гости к нам приходят, о чем мы говорим и что вообще происходит за камерами. Поехали! Ну что мы здесь видим? Ведущее агентство Хабар в специальной студии, переносной, я так понимаю, студии, приготовленной специально для этого мероприятия. Берут интервью у наших гостей, можно заглянуть, как это вообще все происходит. Вот здесь у нас Айгуль Макей, Денис Кривошеев, ну и гости, гости нашего телемарафона. Вау, 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 у нас появилась крутая возможность показать студию изнутри. Здравствуйте, Айгуль, здравствуйте, Денис. Всего хорошего вам эфира. Вы очень красиво выглядите, очень ответственная работа сегодня. Буквально, почему мы должны идти 5 июня на референдум? Ну, потому что мы 27 лет туда не ходили, и ради просто узнать, как это, ходить на референдум, нужно встать и пойти туда. Классный ответ, да, хотя бы посмотреть. Айгуль, как вы думаете, почему все казахстанцы должны идти 5 июня на референдум? Ну, я вот эти вопросы сейчас задаю нашим гостям, потому что действительно хочется четких разъяснений от юристов. Ну, а вообще, почему я должна? У меня дети прекрасные, я хочу, чтобы они жили в замечательной стране, чтобы у них был достаток, образование, будущее. В общем, я вот поэтому иду. В общем, вы за светлое будущее нашей страны. Отлично. Ну, прекрасное светлое будущее, как и, собственно говоря, светлая студия, которая находится здесь, прямо возле Байтирека. Все, мы мешаем, пойдемте. Как вы сами видели, дорогие друзья, здесь главные лица агентства Хабар. Яйгуль Мукеев, Денис Кривошеев. И я иду сейчас буквально вслед за журналистом в прошлом. Хотя, почему в прошлом? Он и сейчас журналист, но ныне председатель правления агентства Хабар. Вот видите, вот так вот карьерная лестница возвысила на самые верха этого человека. Попробуем вдогонку подойти и взять у него интервью. Попробуем вдогонку подойти и взять у него интервью. Референдумен байша айтқанда бет-бет болдырып тези. Вет-бет, адам елді, сүреге көзсу айналатып тұрзатқан өміріне бәріне бейжай қараман көрек. Мен сіздер референдумы отет, мен сіздер Қазақстан деген сананы біз жоуиымыз керек. Эткені, бұл біздің Қазақстан біз үшін басқа мемлекеттер, басқа елдің азаматтары біздің елді өзді құрп бермейді. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну вот мы внутри одной из этих палаток, здесь находятся сотрудники, которые, собственно говоря, отвечают, видимо, я так понимаю, за качество прямого эфира, отсюда поступает какая-то информация, пересылает ее напрямую на наш канал. А вот и следующая палатка. Продолжение следует... Продолжение следует... Ого! Скажите, пожалуйста, почему нам нужно идти на референдум? Вы знаете, потому что на самом деле я, как мама, очень часто боюсь за своих детей по каким-то, ну, таким глобальным страхам, да. И я стала со временем понимать, что я не смогу поменять глобальный мир, не наведя порядок в своем микромире. То есть и начинать нужно с себя. Если ты хочешь что-то поменять, просто иди и сделай один шаг. И если каждый будет делать по одному шагу, то тогда это будет большое движение вперед. Если все будут стоять на месте, то ничего не изменится. Друзья, движение – это жизнь. Мадина подтверждает. Спасибо большое. Не будем мешать. Хорошего вам мероприятия. Спасибо. Спасибо. Спасибо.